Тында – это звенящие лесы, шорох сосен и рыжей травы. Здесь в мороз можно песней согреться. Тында крайняя точка макия. Зал музея – история города Тында. Тында, Тында, Тында крайняя точка макия. Письменная история Тынды начинается с упоминания в архивных документах «Зимовья Шкарубы», которая появилась на берегу реки Тынды не позднее августа 1918 года. До 1926 года Тында была перевалочной базой золотодобытчиков. Быт поселян Тихого Таежного поселка начала и середины XX века представлен экспозицией в зале истории города Тынды. Тында, 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 Тында крайняя точка Москвы. Амура-Якутская магистраль прошла по следу оленьих нарт. Именно при прокладке Аяма был обнаружен первый уголь в Южной Якутии. И в 1928 году Тында получила статус рабочего поселка. Важным годом для поселка Тындинского стал 1932-й. Вышло постановление правительства о начале проектно-изыскательских работ и строительства соединительных веток Транссиба с будущим БАМом. В ноябре 1932 года создано управление строительства БАМа под руководством ОГПУ с подчинявшимся ему Байкало-Амурским исправительно-трудовым лагерем БАМ-Лагом. В самой Тынде лагерный поселок был построен к началу 1933 года. Он располагался на правом берегу одноименной реки, а вольный поселок – на левом берегу. В январе 1933 года началось сооружение железнодорожной ветки БАМ-Тында длиной в 180 километров, которую строили заключенные БАМ-Лага. В 7 ноября 1937 года берег Таёжной реки и тихий поселок Тындинский впервые огласились паровозным будком. Но Тынде не пришлось тогда стать узловой станцией. Началась война. Главным лозунгом стал лозунг «Все для фронта, все для победы». Понадобились и рельсы БАМа. В 1942 году по решению Государственного комитета обороны рельсы со скреплениями и мостовые фермы были сняты с уже построенных участков БАМа – Ургал-Известковая и БАМ-Тында и направлены под Сталинград для строительства ракадной железнодорожной линии вдоль правого берега Волги. В 1974 году после выхода в свет постановления о строительстве Байкало-Амурской магистрали в истории поселка Тындинского открылась главная страница. Летом 1975 года сюда прибыли шефы из Москвы и стали воплощать в жизнь архитектурно-проектные решения по застройке столицы БАМа. 14 ноября 1975 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Тындинский Джентулакского района Амурской области получил статус города. Сегодня Тынду принято называть не только столицей БАМа, но и северной столицей Преамурья. Это самый молодой, самый высоко расположенный и самый северный город Амурской области. Перед вами символика нашего города, эмблема, песня, флаг, городообразующее предприятие города «Железная дорога». А это улица Диогена, легенда нашего города. В таких полярных домах производства Волоколамского завода для особых климатических условий жили первые строители. Судьба Марка Борисовича Шульца, первого мэра города Тынды, неразрывно связана с городом. Экспозиция «Приземленный реалист» познакомит с биографией первого мэра, с его вкладом в развитие и процветание города. Любимый город, город детства, город первой любви, понятия из категории «вечных». Часто за ними стоит не просто факт, а судьба. Редактор субтитров А.Семкин